добрый день с вами по-прежнему доктор шуров для вас мы ведем канал на ю тубе пишем статьи на дзене милости прошу подписываться не забывайте ставить лайки рекомендовать своим друзьям потому что канал бурно развивается недавно мы отмечали 700 тысяч подписчиков уже 708 или 709 нет очень приятно под каждым видео огромная активность поэтому пишите я задаю вопросы читаю с удовольствием получают вас обратную связь темы для следующих роликов да я понимаю что на прямом эфире там очень все утилитарно каждый со своей проблемой но вот тем не менее можно и свою проблему подвести под очень интересную тему также напоминаю про телеграм-канал очень бурно развивается подписывайтесь ну и вторая книга над пропастью нержи записки нарколога очень хорошие отзывы у тех кто читал поэтому покупайте также пишите отзывы ваше мнение очень важно для меня и для издательства для всех продолжать ли эту серию тема сегодняшнего разговора навеяна последним событием которые я многократно комментировал в сми вчера певица максим вышла с посланием к общественности признала зависимость то что жизнь вышла из-под контроля а также объявила что она находится в реабилитационном центре проходит серьезное лечение друзья ее поддерживают семья ее поддерживает и также обратилась к своей аудитории за поддержкой всем привет это максим хочу рассказать вам последних событиях в своей жизни хочу начать с того что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений апогеем стал концерт не состоявшийся толком сочи когда я приехала не просто уставшая я только не могла уже стоять на ногах перед выходом я была под капельницей и решила что если я сейчас выпью алкоголь то выйду на сцену от работаю как машина не получилось закончилось все так как мы все знаем здесь не столько жаль там больших много миллионных моих неустойок сколько жаль моей ответственности работы моих коллег вашего отношения уважения поэтому я все-таки пришла к тому что вот это моя уже ставшая привычка и такая попытка сбежать от проблем недугов лишних впечатлений а я очень впечатлительная от каких-то эмоций посредством алкоголя они ни к чему не приводит более того они приводят большим потерям в конечном итоге я пришла к тому что это зависимость осознала это приняла и решила действовать потому что это не моя жизнь не моя история не моя игра поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время меня поддерживают мои музыканты сегодня тоже со мной здесь это конечно не вся команда в спектре сегодня приехали на днях приезжали мои дети они тоже меня очень поддерживают вообще меня очень поддерживает моя семья и естественно миллион вопросов как такое случилось не является ли это пиаром какие прогнозы сможет ли она выпивать некоторые журналисты меня повеселили сможет ли она контролировать употребление при 10-летнем стаже и полной неуправляемость поэтому я постараюсь на все эти вопросы ответить во первых саму послание там где-то две с половиной минуты видно что она такой многократно от репетированная заучены она там глазами сигналами глазного доступа показывает как она припоминает конструирует и я надеюсь конечно на вашу поддержку потому что для меня был огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле и находиться здесь и проходить лечение и такой же огромный шаг сказать это вслух для вас что же надеюсь на поддержку и понимание ваш максим первое что я заметил что человек говорит не от сердца как вот она хотела бы обратиться а повторяет определенную заготовку то есть в этом послании присутствует пиар элемент пиара для чего могу предположить что вот эти сорванные концерты принесли достаточно серьезные убытки пиар-команда придумала то ли болезнь то ли беременность немножко отвести весь негатив от максим и тут же в течение недели ее засняли в кафе с алкоголем и как говорится всем стало ясно что случилось и и уже пришлось за это отвечать я так понимаю под грузом долгов общественного мнения всего остального она поехала в реабилитацию то есть это не совсем искренне ход тоже в результате определенных последствий которые отрицать невозможно если мы посмотрим то насколько тяжело она переносила к вид достаточно длительно находилась и в условиях реанимации мы все помним как она похудела я ощущаю какое-то потрясающее спокойствие не могу не вспомнить тот момент когда меня еще не могла ходить меня подвезли в кресле к открытому окну и мне сказали мне предупредили что приготовьте эмоции будут такие же как у всех кто впервые встал с кровати своего положения и действительно это прочувствовала просто смотрела на деревья мне текли слезы хотя совершенно я очень редко плачу вот и вот это ощущение какого-то счастья простых вещей она меня не покидает говорят о том что те кто переболели коронавирусом почти все страдают жесткой жуткой депрессии вот меня это не постигает совершенно вот это ее обращение к людям благодарность за поддержку и тут же человек объявляет огромный концертный тур большая нагрузка и естественно в какой-то момент перегорела если краснодар еще как-то отработала нормально на старых дрожжах то уже в последующие концерты было видно что не хватает сил причем она признает что есть ставили капельницы я так понимаю что алкоголь был все время вот капельницами удавалось это нейтрализовать в какой-то момент она уже совсем вышла из-под контроля выпила и мы все видели это выступление когда человек просто но в невменяемом состоянии то есть от большого количества алкоголя а а а а а а и 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 вышел на сцену тем не менее то есть это говорит еще об очень высокой степени неуправляемости я более чем уверен что люди говорили что не надо выходить на сцену в таком состоянии но это очевидно хотя к сожалению вот тоже интересный факт дима билан и и там поддержал мы помним в каком состоянии дима билан себе позволял выходить на сцену и он так и ничего и не признал и лечение не проходит я периодически вынужден комментировать его какие-то обращения в инстаграме еще странное поведение но будем надеяться что он не только поддержит максим но и своим примером покажет что очень важно вовремя пройти реабилитацию и больше не употреблять также моим любимцем является григорий лепс апологет всякой алкогольной теном тематике на эстраде который тоже позволяет штаны задом наперед перед выступлением надевать соответственно кидается микрофонами в сцену тоже не попадает в ноты ну там профессионализм более выраженные большую часть выступлений ему все-таки удается доводить до конца хотя мы знаем что и до психоз случался были попытки госпитализировать и пьяные драки тоже уже достаточно серьезные репутационные потери но григорий держится старается я думаю что тоже не будет сильным преувеличением и ему предложить все-таки пройти реабилитационный курс и остановиться ну и конечно же любовь всей моей жизни анастасия волочкова мы 10 лет видим ее приключения все пьяные выходки тоже к сожалению каждый месяц приходится это комментировать вот последний раз было она на камеру пообещала больше не употреблять я естественно сказал что это исключительно фантастической истории ровно на следующий день ее уже в компании алкоголя выложили снимки то есть человека даже на сутки не хватило после таких обещаний мы понимаем что история очень запущенная здесь уже имеет место алкогольная энцефалопатия человек не управляет своей жизнью мы видим обнажение в общественных местах писания под елочкой куча всяких заявлений хайповых трэшовых которые крайне раздражают людей ну вот к сожалению анастасия сама не примет решение пройти реабилитацию прийти на лечение это какие-то авторитетные люди я думаю также как в случае максим должны создать ей условия чтобы вариантов не осталось чтобы она пошла на реабилитацию поэтому хотелось бы с вами обсудить два момента это вот женский алкоголизм и поведение знаменитостей которые несмотря на репутационные потери на многочисленные извинения на сорванные концерты мы раз за разом видим что история повторяется причем это не чисто российская болезнь на западе вот недавно я разбирал эми вайнхаус мы все знаем эту печальную историю которая пополнила клуб 27 промилле алкоголя обнаружены при посмертном вскрытии убил бы и слона то есть человек пил очень жестко и в какой-то момент просто степень интоксикации оказалась смертельной причем уже все этого ждали охранник заходил каждые шесть часов смотрел на нее именно в этот интервал она погибла возвращаюсь к максим такое заявление вынужденная хочется поверить если смотреть ее интервью три года назад который она давала корчевникова она уже описывает и как она проходила реанимацию состояние тяжелой интоксикации и вот одного из партнеров очень состоятельного который и пытается подлечить в реабилитационном центре но она программу не проходит я так предполагаю что под грузом репутационных потерь вследствие серьезного нарушения здоровья она дает согласие на реабилитацию к сожалению она до конца неосознанная формальная отбывает там определенный срок скорее всего не поменявшись на сопротивление просто чтобы от нее отстали выходит история повторяется дальше очень важно чтобы сейчас это было тоже не два-три месяца потому что уже какие-то слухи осенью там будут концерты ну значит это ерунда это пиар показуха вот я по пьянке сорвала важные концерты нанесла денежные потери а теперь я хорошая правильная за несколько месяцев я оценила прелести трезвости получила все инструменты теперь вы от меня ничего такого ждать не должны да на примере максим видно как девушка что называется ничто не предвещало такой славы получает это все не может построить личную жизнь в начале первый брак это звукорежиссером то есть человеком который ниже по статусу она так его и описывает как человека несерьезного первый ребенок потом отношения с другим певцом известным здесь уже что-то максим закапризничала переключилась на олигарха и сына олигарха возможно там статус деньги хорошо ухаживал но история еще ведь хуже он ушел от нее во время беременности то есть бросил ее со вторым ребенком и максим рассказывает в интервью что она пила даже при детях ничего ее не останавливала срывала концерт и попадала в реанимацию то есть человек угодил в огромные эмоциональные качели человек нашел свой допинг позволяющий отключать голову не переживать это все естественно концертная деятельность она лауреат всех возможных премий огромные концертные туры перегрузки это очень удобно уметь в моменте получить нужное психоэмоциональное состояние опять если ты звезда тебя все угощают приглашают это бесконечные фуршеты выступления огромное искушение и более того да вот даже вчера вот выступал передо мной юрий лаза он говорит а что такого перед концертом выпить плохо неправильно нехорошо а после хорошего вина это нормально то есть у всех ощущение что можно ты же отработал вот теперь такой способ отдыха выпить хорошего вина а когда есть предрасположенность естественно она будет прогрессировать переходить зависимость когда история как в случае с максим уже десятилетняя тяжелая зависимость когда человек плевал на значимых мужчин на детей срывал концерт и попадал в реанимацию ни разу не прошел полный курс то есть не было желания останавливаться я уже молчу там про группы про ресоциализацию про работу с психотерапевтом это очень серьезные осознанные шаги то есть мы видим крайнюю степень неуправляемости плюс от лица принимающего решения все зависят от нее концертные директора ее группа вот музыканты поддерживают мои музыканты сегодня тоже со мной здесь женек приезжает сказание это конечно не вся команда в спектре сегодня приехали посещают сейчас в реп центре никто я так понимаю не может сказать слово поперек ее слово последняя когда алкоголь попадает в организм неуправляемость становится абсолютной стопроцентной и естественно мы видим эти чудовищные запои изменения лица потому что и вес и отеки она набрала достаточно быстро после к вида это был человек даже можно было сказать что с дефицитом массы тела и насколько быстро все восстановилось можно предположить что вот этот уровень стресса уровень планируемой нагрузки в виде этих гастролей бесконечно оказался запредельный человек схватился за свой испытанный инструмент потому что в голове нет признания того что ты алкоголик она это признают формально очень легко признает вот алкоголика все нет понимания бессилия перед проблемой что единственный вариант в такой ситуации это не употреблять вообще первая капля она же стартовая она вернет полностью состояние болезни ну естественно неуправляемость она проходит красной нитью во всем и в личных отношениях и в топ в том как человек ведет себя с детьми срывает важные концерты плюет на свою огромную фанатскую аудиторию позволяет себе в таком виде выходить да можно просто отменить концерт а можно выйти совершенно стеклянными глазами в состоянии зомби не попадать даже фонограмму но это крайняя степень неуважения я и поэтому вот сейчас честно ответить это осознанное решение или результат тяжелых финансовых и репутационных потерь я не могу время покажет на мой взгляд если решение осознанное то человек будет год год мы ее не увидим она будет выздоравливать восстанавливаться она пойдет на группы очень серьезно изменит свой образ жизни тогда да если осенью будет объявлен следующий тур от максим ну я не считаю что это будет правильным что она контролирует хоть какой-то степени хотя тут уже говорить о контроле нельзя ну то что она выздоравливает делает правильные шаги повторюсь это у всех вот я мы мало кого можем перечислить кто ходит на группы ну вот влад топалов дача которого я знаю хорошо дана борисова который все признала старается получает терапию мы видим ее усилие то временами очень тяжело но она так подняла знамя трезвости везде выступает это есть дополнительная защита от того чтобы не сорваться в обществе есть определенный стереотип про женский алкоголизм вот женщины моментально спиваются помочь нельзя ну понятно что это сексизм если уж учитывать пол у нас есть гинекология женские болезни андрология мужские нет женской шизофрении и зависимость у женщин развивается по тем же самым принципам что и у мужчин до больше вовлечена эмоциональная сфера чаще вот эти репутационные последствия оказывают очень сильное давление на женщину вот этот латентный период скрытый он очень длинные все гортой какая приличная вдруг в подъезде пьяная валяется нету промежуточной стадии промежуточной стадии есть иногда она длится годами иногда она подольше чем у мужчин происходит просто в силу стигматизации общества то что это крайне преследуемое женское пьянство и алкоголизм женщины очень сильно маскируются в одиночку с подругами никто не видел украдкой буквально вечером вот часто пациентки до вечером детей уложила муж там свои на своей волне или уже спит вот тогда она на кухоньке свинишком сыром тому каждый свой ритуал и естественно я говорю насколько раньше бутылки хватало ну там на несколько раз а сейчас а сейчас иногда и одной мало иногда вот и не и чувство что не хватает то есть толерантность нарастает потихонечку неуправляемость то же самое изменение приоритетов через какое-то время человек уже не покушать не повеселиться не отдохнуть до восстановления после концерта это обязательно алкоголь просто поспать на какие-то спа процедуры сходить восстановиться уже не интересно нужен алкоголь максим как рассказывает я думала сейчас я выпью взбодрюсь и как вам всем отыграю супер концерт понятно что это область мифов ей нужно хоть как-то оправдаться вот она неверно оценила влияние алкоголя на ее организм ну мы понимаем что это разновидность самообмана вот зря я взяла на себя такую концертную нагрузку вот слишком я эмоционально чувствительно к этой жизни уж очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений что первично что вторично сложно сказать пока все эти мифы не будут разрушены пока не придет осознание что алкоголь у него заберет все последствия уже огромные человек не осознает это бессилие вот допа до точки до последней клеточки организма не поймет все потери по биопсихо-социо-духовной модели что это не только здоровье не только внешний вид меняется деформируется психика человек становится лживы способна оправдать любые свои действия достаточно лицемерный неуправляемый социальные связи точно также обрушаются вот пример человек не может выстроить долгосрочные отношения с мужчинами или не считает это нужным уже двое детей растут без отцов и с периодически попадающие на лечение мамой да вы мне можете возразить сказать да там деньги есть и найдутся кому сидеть с детьми но представьте такой пример родительские фигуры отцовские не присутствуют жизни мама который не стесняясь даже это признает позволяет себе пить при детях это вот какой пример для них всех какая нянька уже будет авторитетом когда родители таким образом себя ведут ну и конечно же духовная модель мы понимаем что вот вот так хотя она с жаром рассказывала что она в последние реабилитации пришла к вере что там батюшки она не исповедуются потому что там какой то есть очень страшный грех за которые чуть ли не сразу отлучат поэтому вот она в церковь ходит но не исповедуются то есть и здесь во время твоих разговоров со своим духовником была проблема что тебя не причащали потому что на тебе был какой-то грех который ты пока еще не могла отмолить много лет меня к сожалению не причащают дело в том что в одном своем грехе я должна покаяться я пока покаяться в нем не могу но это до сих пор так или может быть что-то изменилось пока тогда пока покаяться не могу это самооцениваешь этот грех как что-то ужасное да в принципе да я как я уже сказала я стараюсь следовать стараюсь жить правильно если тем более если мне сюда вернули я верю что это зачем-то произошло чтобы может быть успеть что-то изменить самое ужасное что я не могу пожалеть что ты имеешь ввиду я не могу пожалеть о том грехе который я совершаю а то есть ты не раскаялась в этом ты считаешь до сих пор что поступила тогда правильно то есть ты продолжаешь делать тот грех за который тебе не дают причастие это интрига а может быть опять же мне дают время для того чтобы для того чтобы подумать пятьдесят на пятьдесят понимаете вот такое двуличие лицемерие что какие-то очевидно существуют грехи от как за который надо сразу отлучать вот во всем мы видим очень хороший замах посыл действительно такая качественная работа на пиар повод мощная декларация но дальше через какое-то время все равно человек возвращается к употреблению это не только про нее это вот все извинения прочее да на западе как чок признает зависимость идет в репцентр его поддерживают фанаты срывается восстанавливается но все максимально открыто честно у нас все по умолчанию святые потом наступают тяжелые последствия вот приходится так обращаться по моему опыту святых нет если кто-то их знает ну пусть сообщит обсудим да кстати вот к вам вопрос как вы считаете кто еще из нашей эстрады имеет тяжелую зависимость и тщательно это скрывает думает что это незаметно я многих знаю хочу почитать ваше наблюдение и обратная история вот кто мог бы являться примером такой трезвости правильности хорошей физической формы как правило эти люди максимально долго сохраняют прекрасную интеллектуальную форму физическую могут вживую отыгрывать концерты длительно никуда не пропадают на долгий срок не замечены ни в каких эксцессах потому что здесь еще один момент давления на селебов на знаменитости ты всегда в кадре тебя сдаст любой бармен любой прохожий с удовольствием запишет эту историю вспомните рыдающего ефремова когда он сделал смертельную аварию до сидел и рассуждал там на мобильный телефон как он все вопросы закроет всех спасет всем денег даст и это видео вот красноречивое свидетельство против него что за рулем он был что он был не в невменяемом состоянии а как он к этому шел то же самое пьяное поведение в общественных местах сорванные спектакли когда он позволял себе в пьяном виде выходить на сцену когда он в самаре по моему ну самара такой город необычайный там и билан прославился и вот ефремов просто спорил со зрителями говорил что вы придурки вы не понимаете смысла этой пьесы вот и надо именно в пьяном виде выступать и читать слова себе под нос ведь это крайняя степень неуправляемости мы все видели что с человеком к чему он идет но опять та же самая история он главный никто слову поперек сказать не может огромное количество жен детей полная неуправляемость ничем не занимается никого не слушает вот сейчас он выздоравливает в тюрьме это не выздоравливает это просто пребывание в чистоте в трезвости без каких-либо серьезных изменений внутренней работы но у меня такое ощущение складывается дай бог чтобы я был неправ что человек осознал и и действительно выздоравливает еще использует возможность для изменения своих убеждений связанных с употреблением когда человек что-то достигает у него появляется известность звездный статус даже без зависимости поведения достаточно неуправляемые очень мало авторитетов потому что ну вот человек реализовался имеет фанатскую аудиторию которая его боготворит люди специально приходят на спектакли на концерты пишут какой он замечательный это приводит к существенному снижению самокритики более того вот признать бессилие иногда этой месяце в трезвости в условиях репцентра это действительно выстраданное решение осознанно и когда человек анализирует весь свой предыдущий опыт понимая сколько раз он пытался завязать какие последствия для него для родственников а вот так вот сесть перед камерой ну да и алкоголичка очень эмоционально недооценила но я стараюсь поэтому поддержите меня вот честно не хочу быть таким автором не негативных пророчеств давайте понаблюдаем за этой историей она очень показательно тут совпадает то что это действительно женский пол что человек не простой судьбы не способны выстроить более менее долгосрочные семейные отношения с большим неблагополучием в семейной сфере человек который зарабатывает деньги тяжелым трудом вот бесконечные к гастроли пиар ты постоянно под прицелом у тебя нет какого-то интимного пространства где можно чувствовать себя более менее спокойно ну и конечно же многократные попытки когда вот подлечивать мы себя даем нас спасают там она описывает чуть ли не насильно приезжают забирают она научилась какое-то время демонстрировать правильное поведение чтобы все успокоились от нее отстали вот сейчас должно быть осознание что уже край дальше бесконечно подлечивать прощать никто не будет очень показательная история эми вайнхаус когда ограничителя нет утрачен количественный контроль человек один и вот результат смертельная интоксикация и очень показательно вот подверженность зависимостям то что не возраст не пол не социальный статус не возможности не то что ты на виду и у тебя моментальные потери ничего не останавливает зависимость это страшное тяжелое заболевание когда реально остановиться человек может только осознав только захотев этого сделав вот этот самый важный первый шаг но не формально а действительно осознанно я правда могу сказать осознанности не увидел поэтому наблюдаем ждем со своей стороны мы тоже готовы участвовать и в жизни анастасии волочковой и в жизни певицы максим если она захочет помощь диму билана я несколько раз уже приглашал на серьезную работу ну вот надо какое-то определенное количество времени вести не тот образ жизни дойти до своего дна тогда люди становятся более вот вы пашу техника видели он выздоравливал через реанимацию сейчас какие-то новые приключения татуировки со свастикой демонстрировал 13 суток получил то сейчас опять трезвость такая вынужденная в условиях изоляции прикрут неуправляемость проходит красной нитью до работаем стараемся каждый день воспринимаем как хорошее достижение ну вот все в подвешенном состоянии наблюдаем если у вас есть какие-то вопросы пишите жду от вас примеры кто как выздоравливал что подвигнула вот на последний шаг вот к выздоровлению да какая была последняя капля какие потери потому что когда ой легко все завтрашнего дня не пью мы понимаем что результата не будет вот у кого какое дно было тоже жду от вас очень интересно поэтому ценим то что у нас есть ценим каждый трезвый день в жизни очень много надо успеть нельзя оставить мир хуже чем тот в который мы пришли поэтому я желаю вам полной реализации абсолютной трезвости бесконечно любящий вас доктор шуров